К другим темам. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечался 24 марта. В России по статистике и по сравнению с 90-ми годами снизилось распространение этой инфекции. Как предупредить и как лечить заболевание, нам рассказал врач-фтизиатр Сергей Фисенко. Туберкулез – заболевание, склонное к хроническому течению. Как и любую другую инфекцию, его важно выявить на ранней стадии. Врачи отмечают, что необходимо делать упор на его профилактику и предотвращение. «Профилактика туберкулеза существует первичная и вторичная. Первичная профилактика проводится до момента инфицирования человека данными возбудителями туберкулеза. Вторичная проводится людям, которые уже успели инфицироваться туберкулезом». В профилактике туберкулеза большое значение. Имеет здоровый образ жизни, режим сна, питание и другие факторы. В совокупности это влияет на иммунитет человека и считается неспецифической профилактикой туберкулеза. К специфической же относятся вакцинация и химиопрофилактика в виде таблеток. «Доказано, что люди, которые вакцинированы от туберкулеза, гораздо реже болеют тяжелыми, генерализованными, диссиминированными формами туберкулеза, которые могут приводить к летальному исходу. Также это имеет значение и в плане химиопрофилактики, когда с превентивной, с профилактической целью людям из групп риска проводится прием противотуберкулезных препаратов». Важно помнить, что при первых симптомах заболевания не нужно заниматься самолечением, а сразу же идти к врачу. Отметим, что по статистике, благодаря профилактическим мерам, в России удалось снизить распространение туберкулеза. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.